На часах 8 утра. На экране видеорегистратора улица Северная. Этого пешехода в кадре можно и не заметить. Но все меняется, когда мужчина отправляет пакет с мусором прямиком в кусты. Вопрос мужчину не смутил, рассказывает автор видео Андрей Неживов. На следующий день картина повторилась. Ее по пути на работу благовещенец наблюдает почти ежедневно, на протяжении двух месяцев. А вот и результат. Свалка, которую с дороги не видно пока. Дико смотреть на то, что человек прилично одетый, нормально, на вид адекватный, выкидывает пакет мусора чуть ли не каждый день. Мне всегда отец говорил, не гать там, где живешь. Живем мы не только в доме, мы живем в районе, в городе, на улице. Думаю, это наш город, это наша гражданская позиция. Нужно держать город в чистоте. О несанкционированной свалке в центре города неравнодушный благовещенец уже сообщил в мэрию через сервис «Активный гражданин» на сайте городадминистрации. Все обращения у нас обрабатываются, то есть специалисты их рассматривают. В случае необходимости направляются как в Роспотребнадзор, так и в органы правопорядка для установленных лиц, причастны к образованию и санкционированной свалки. За складирование в неотведенных местах мусора также предусмотрена мистерская ответственность. Для физических лиц начинается от 500 рублей, заканчивается 5000 рублей, для юридических лиц от 5000 рублей до 50 тысяч рублей. Искать хозяев этой кучи мусора долго не пришлось. Оказалось, что свалка это вроде и не свалка, а вполне организованный мусоросборник. Принадлежит стоящий по соседству станции перекачки источных вод Амурводоканала. «Водоканал чистят регулярно, каждый месяц вывозят мусор, оттуда выгребают экскаватором. Раньше контейнер стоял, его уперли». Так ли это на самом деле, разберутся специалисты администрации. Они либо обяжут организаторов свалки установить новый контейнер, либо запретят мусорить.